Добрый день! В эфире программа «Жизнь и дорога». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы поговорим с Владимиром Муразовым, инспектором ОГИБДД ОМВД России по Рязанской области. Тема нашей беседы – наказание за алкоголизм за рулем. Здравствуйте! Здравствуйте, Валерий! Давайте начнем, наверное, с самой такой общей и простой темы. Какая у нас статистика по людям, которые решили перед тем, как сесть за руль, выпить? Сколько таких нарушений выявлено? Сколько попалось и что им грозит? У нас в общем количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось с 55 до 48 ДТП. В таких ДТП 7 человек погибло и более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Что касается ДТП по вине нетрезвых водителей, оно тоже уменьшилось с 51 до 47 ДТП. Ну и, соответственно, к сожалению, там, где участвовали водители в нетрезвом состоянии, то есть также осталось 7 человек погибших и 58 получили ранения различной степени тяжести. Если мы говорим вообще о общем количестве ДТП, то есть с причинами материальных ущербов, то тоже снизилось со 174 ДТП до 151. А вот мы до нашей беседы немного поговорили, вы сказали, что у вас расписано даже, скажем так, время и дни, когда наиболее опасно, наверное, садиться за руль обычному человеку, потому что в эти дни количество ДТП с нетрезвыми водителями возрастает. Что это за дни, что это за время, когда наиболее опасно выезжать? Если мы говорим про областной центр, то есть, ну, про город Рязань, чаще всего случается ДТП по времени с 15.00 до 18.00 часов. Таких ДТП зарегистрировано 13.00 и также с 21.00 часа до полуночи. Таких ДТП зарегистрировано 12.00. По дням недели в городе Рязань у нас самыми аварийными с участием нетрезвых водителей это понедельник и суббота. Если мы берем сельскую местность по области, то самым период времени аварийным является с 17.00 до 21.00 часа. И таких ДТП произошло 34.00. И, соответственно, самыми аварийными днями недели, как ни странно, являются пятница, суббота и воскресенье. И там, соответственно, 17 ДТП, 18 и 16 ДТП произошло. Давайте перейдем, наверное, к наказанию. Что грозит водителю, если он все-таки решил вернуться домой не на такси, а сел пьяным за руль своей машины, был остановлен сотрудником госавтоинспекции, какое наказание ему грозит за это, если вот он первый раз так попался? У нас кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена статья, часть 1 статьи 12.8 управления транспортным средствам в состоянии алкогольного опьянения, если эти признаки не содержат уголовно наказуемое деяние. Там административная ответственность 30 тысяч рублей штраф, и также лишение права управления до двух лет. Если мы говорим о том, если водитель не имеет права управления, то там уже административная ответственность арест до 15 суток. Если арест для лица, подвергнутого наказанию, не применяется, то назначается штраф в 30 тысяч рублей. А если же водитель попадается повторно, то там, насколько я знаю, наказание ужесточается, верно? И какое оно? Да, если мы говорим о том, что водитель в период времени, когда он подвергнут административному наказанию по статье 12.8, то он уже попадает под уголовную статью, если опять попадается в нетрезвом состоянии, либо отказывается от прохождения на медицинское освидетельствование. Там уже идет наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, а также с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. То есть, если он работает водителем, либо вообще осуществляет какие-то перевозки, и вообще просто в частном порядке управляет транспортным средством, то ему в течение трех лет запрещено управлять транспортным средством. Давайте немножко поговорим о самой процедуре прохождения водителя на освидетельствование, то есть пил он или нет. Как это работает? Потому что нередкие случаи там и в социальных сетях, и на видеохостингах постоянно публикуются ролики о том, что водитель начинает говорить, нет, вы все делаете не так. Давайте, может быть, нашим зрителям расскажем, как эта процедура проходится правильно. То есть, если не везут в центр, а вот непосредственно это происходит на сценарном посту ДПС. Если инспектор госавтоинспекции остановил транспортное средство и выявил у водителя наличие признаков алкогольного опьянения, то есть это признак, как резкий запах изо рта алкоголя, сменение кожных покровов, поведение несоответствия обстановки, либо невнятная речь. То есть эти признаки, на которые инспектор опирается, чтобы предложить водителю пройти освидетельство на состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, водитель отстраняется от управления при выявлении одного из этих признаков. Далее проходит процедура освидетельствования с помощью алкотектора. Если водитель согласен с результатом на месте, то составляется административный протокол. Если он не согласен с результатом, то водитель направляется на медицинское освидетельствование уже специального учреждения. Если у водителя имеются признаки наркотического опьянения, то инспектор сам может не согласиться с результатами алкотектора, потому что там будет выдавать нули этот прибор, то инспектор направляет его на медицинское освидетельствование, предлагает водителю пройти медицинское освидетельствование. Если водитель соглашается на прохождение медицинского освидетельствования, то они направляются в медицинское учреждение. Если не соглашается, то тут тоже на месте составляется протокол об административном правонарушении за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. А есть ли у нас в Рязани такие случаи, когда вы являли злостных нарушителей, которые садились за руль, и второй раз пьяными, и третий, и последующий, или такого у нас еще в регионе не случалось? Да, у нас были такие случаи, то есть в городе Рязани 20-летний житель непосредственно Рязани привлекался к административной ответственности два раза подряд, а потом уже привлекался к уголовной, уже трижды, и на третий раз его подвергли наказанию лишению свободы, то есть реальное лишение свободы. А уголовная статья непосредственно, это как это, лишение свободы на какой срок? Я так понимаю, лишение права управления транспортным средством это само собой, а вот если переходить к лишению свободы, то на какой срок? Лишение свободы в данном случае до двух лет, если мы говорим про уголовную ответственность. Так, у нас еще изменения внесли в уголовный кодекс, которые вступили в законную силу с 1 апреля 2021 года, где уже лицо, которое управляло транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказывается от прохождения на медицинское освидетельствование, управляет транспортным средством, уже подвергнутым уголовному наказанию, то там уже ужесточились наказания, и штрафы доходят до 500 тысяч, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, до 6 лет. И также про лишение свободы, там уже не два года, не до двух лет, а до трех лет. Это единственное ужесточение правил дорожного движения наказания, или есть еще какие-то ужесточения в данном сегменте? Если мы говорим в общем про административные наказания, то с 1 апреля 2024 года вступит закону силы изменения, закон о безопасности дорожного движения, согласно которому лица, подвергнуты административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уже не смогут сдать на водительское удостоверение экзамены. То есть это касается и тех, кто уже лишен права управления, и те, у кого закончился срок самих водительских удостоверений. То есть, проще говоря, если человек, скажем так, подвергся наказанию по 12.8.3, то есть управление транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, то потом после сечения срока, там арест у нас за 15 суток, либо штраф в 30 тысяч, то по сечению того, как наказание это будет исполнено, он в течение года не сможет сдать на водительское удостоверение теоретический экзамен по правилам дорожного движения. Если переходить к работе, пропаганде безопасности дорожного движения, какие работы, какие мероприятия, может быть, проводятся, чтобы количество и таких водителей за рулем, и, соответственно, ДТП снизить? Какая работа ведется? На самом деле, работа по снижению количества водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, она ведется на постоянной основе. Это такие профилактические акции, которые проходят на автозаправочных станциях «Выпил, не заводись», где сотрудники Косавтоинспекции расклеивают яркие плакаты, раздают буклет о том, чтобы если водители добросовестные могли сообщить о факте управления каким-либо из водителем в состоянии алкогольного опьянения, если они заметили то, что водитель, скажем так, его поведение соответствует обстановке. Такая акция у нас проходит на постоянной основе, и за полгода, которые у нас прошли, таких случаев поступивших сообщений достаточно много, и по сообщениям граждан было привлечено уже более сотни нарушителей по данному факту. Также проходят постоянные профилактические мероприятия, то есть, как мы ранее говорили, то, что наиболее аварийными днями недели является пятница, суббота, воскресенье, то к этим дням, к выходным, к предвыходным увеличится количество экипажей для того, чтобы предотвратить, скажем, появление таких водителей, недобросовестных на дорогах Рязани и Рязанской области. А, ну вот, насколько я знаю, проводится рейд, если не ошибаюсь, он называется «Нетрезвый водитель», который как раз-таки в эти дни и проходит, о котором и в соцсетях сообщают, и обо всем этом. Это так, да? Это увеличивается? Да, совершенно верно. Это те самые рейдовые мероприятия, то есть, которые анонсируются в средствах массовой информации, и все-таки мы надеемся, что при, скажем так, при широком таком освещении этих мероприятий водителей все-таки становится меньше на дорогах, которые управляют трансс-средствами в состоянии опьянения. То есть, если я правильно понимаю, это работает так, что вы как раз-таки за то, чтобы такие рейды оглашались в СМИ, потому что нетрезвые водители как раз-таки за руль не сядут в офисе. Правильно я понимаю? Да, все-таки наша задача, в первую очередь, это не то, чтобы поймать как можно больше нарушителей, а предотвратить появление нарушителей вообще на дорогах. Скажем, когда в социальных сетях появляется предупреждение о том, что проходят какие-то мероприятия профилактические, водители обращают на это внимание, и, наверное, все-таки где-то у них в голове откладывается то, что, да, все-таки нарушать не надо, и сегодня все-таки поеду я на такси до дома, либо до места назначения. Такой необычный вопрос. Есть у госавтоинспекции так называемое движение ЮИД подшефное, то есть юный инспектор дорожного движения. А ведется ли какая-то, скажем так, пропаганда с юного возраста, то есть чтобы дети доносили до своих родителей, что, пожалуйста, если вы как раз-таки выпили, не заводитесь, то есть ведется ли пропаганда с юных лет? Что касается непосредственно профилактики, да, как мы ранее говорили, да, на самом деле профилактика безопасного поведения на дорогах, она идет с малых лет. То есть чем раньше мы приучим своих детей соблюдать правила дорожного движения, независимо от того, там, мелкое какое-то правонарушение, либо более значимое, которое, скажем, приведет к более серьезным последствиям, такая работа у нас ведется, и, да, юные инспекторы движения, они нам помогают. С детьми мы проводим, скажем так, и беседу, и выходим на улицы, где уже раздаем памятки для водителя о том, чтобы не нарушать те или иные правила дорожного движения, в том числе связанные с управлением транспорта в состоянии опьянения. Все-таки от детей, когда исходит то, что они заинтересованы в изучении правил дорожного движения, и то, что они сами рассказывают о них, все-таки восприятие у водителя меняется. Это не то, что мы там смотрим в интернете, читаем какую-то информацию, либо по телевизору смотрим. Это здесь уже идет диалог, то есть ребенка и водителя, и все-таки восприятие как-то с психологической точки зрения. То есть водитель, он более прислушивается к ним. Но все-таки не только дети слушают взрослых, но и взрослые слушают детей. Таким мероприятием водители относятся серьезно. Такой вопрос, резюмируя нашу беседу, что бы вы могли сказать тем телезрителям, тем водителям, автолюбителям, которые в следующий момент, может быть, перед тем, как сесть за руль пьяными, вспомнят слова, прислушаются и, может быть, передумают. Хочется обратиться к водителям, которые управляют транспортными средствами, и ко всем другим участникам дорожного движения. То, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо наркотического опьянения, является самым грубым нарушением в области безопасности дорожного движения. И приводит к очень печальным последствиям. И поэтому просим вас не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Лучше воспользоваться такси, либо услугой трезвых водителей. Владимир, спасибо большое, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова